Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы обратим свой взор на Microsoft Word. Даже не знаю, что к этому добавить. Теоретически Word действительно помогает нам жить, а если знать все дополнительные возможности и фишечки, то жизнь может упроститься просто до неприличия. Например, Mail Merch — очень удобная штука. Ссылка на скринкаст в описании. А сегодня я расскажу еще об одной такой фишке, а вы уж и решайте, насколько она может упростить вам жизнь. Если кто не знает, в Word есть панель разработчика. По умолчанию она выключена, ее нужно подключить из меню параметров. Параметры, настроить ленту и тут нужно найти разработчик. В прежних версиях Word она подключалась как-то по-другому. По-моему, в общих сразу нужно было поставить галочку. У меня версия 2016 года. Найдете, в общем. И у нас появилась закладка разработчик верхней панели. Это типа для тех, кто может многое. Мы многое не можем, но попробуем разобраться с полями ввода. Сейчас я составлю какой-нибудь документ. Вот. Хороший, я надеюсь, пример эпистолярного жанра, но плохой пример для демонстрации возможностей полей ввода. Я вообще впервые не смог придумать хороший пример, поскольку не работаю с документооборотом и, соответственно, не могу придумать, как это можно использовать. Собственно, поля ввода используются при составлении каких-то шаблонных писем или документов, где есть неизменные и заменяемые части. То есть вы один раз составляете шаблон и потом достаточно легко его меняете. Вот, например, мы вставим поле дата и впоследствии нам не нужно будет всякий раз вспоминать, какое сегодня число и так далее. Поле ввода можно форматировать. Итак, займемся изменяемыми частями. Тут нужно строго соблюдать последовательность действий. Предположим, что это изменяемая часть. Хозяева могут меняться, а управляющий все также будет писать про мед и овец. Выделяем слова и помечаем их, как обычный текст в элементах управления. Это, к сожалению, еще не все. Теперь во вкладке вставка нам нужно указать, что это закладка. Назовем ее имя. И теперь нам достаточно поставить курсор в том месте, где мы хотим, чтобы появились эти слова и обозвать это все перекрестной ссылкой. Тип ссылки – закладки. И выбираем имя закладки. Пока она у нас одна. Все. Наше обращение появилось и, собственно, так мы создали шаблон. Теперь мы можем менять имя в начале письма и везде, где мы проставили перекрестные ссылки, оно будет меняться автоматически. Для этого достаточно выделить весь документ и нажать F9, то есть обновить. Ну и подобным образом можно отредактировать другие изменяемые части. Да, закладка неактивна, если не выделено поле. То есть нужно нажать вот на этот прямоугольник в левом углу поля и закладка проявится. Действуем по аналогии. Закладка. Перекрестная ссылка. И все работает. Единственное, там мы пишем с маленькой буквы и здесь получается с маленькой, что неправильно. Оказывается, и эту проблему можно решить на программном уровне. Правая кнопка мыши. Изменить поле. И здесь в формате выбираем первая прописная, то есть заглавная. Все. Что бы мы ни писали в первом поле, перекрестная ссылка будет всегда с большой буквы. Ну в общем у меня смешанные чувства. Я понимаю, что мне эта информация никогда не пригодится и с трудом представляю себе ситуацию, где я мог бы ее применить. Но если вы поймете, что для вас это очень полезная информация, то обязательно напишите в комментариях. Мне это будет интересно. Все, любите друг друга, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем привет!